Россиянам въезд запрещен. Страны Балтии договорились существенно ограничить въезд для граждан России. Запрет начнет действовать с 15 сентября и распространится даже на тех, у кого есть действующие шенгенские визы. Как готовилось это решение и кого из россиян все же пустят в Европу, расскажет Ксения Барвиненко. К визовому бану граждан России президент Украины Владимир Зеленский призвал еще в начале августа. В интервью для Вашингтон-Пост он заявил, что россияне должны понять, они в ответе за войну в Украине. Какие бы ни были русские, пусть едут в Россию, тогда они поймут. Они скажут, эта война нас не касается. Все население не может нести ответственность, не правда ли? Может. Население избрало это правительство и не борется с ним. Не спорит, не кричит. Владимир Зеленский, президент Украины в интервью The Washington Post. Уже в конце августа министры иностранных дел Евросоюза решили усложнить процесс получения виз для граждан Федерации и приостановить упрощенный визовый режим с Россией. Теперь ждать шенгена россиянам приходится месяцами. В то же время страны-соседи Российской Федерации получили возможность самостоятельно устанавливать дополнительные ограничения для российских туристов. Первыми среагировали страны Балтии. Страны Балтии достигли договоренности о существенном ограничении за некоторыми исключениями пересечения границ гражданами Российской Федерации, имеющими шенгенские визы ЕС. Эдгар Ренкевич, министр иностранных дел Латвии в Твиттер. Ожидается, что запрет начнет действовать с 15 сентября. Исключения сделают для политических беженцев, людей, которые выезжают на лечение или по гуманитарным причинам. К примеру, для воссоединения с семьей или на похороны родственников. Это вполне прагматическое соображение. С началом этой войны основной поток в Европейский Союз идет через страны Балтии и через Финляндию. В принципе, и раньше так было, но сейчас вот эта волна миграции, которая идет, она, во-первых, она велика, а во-вторых, она опасна. Потому что российское государство устроено так, что оно пытается внедриться в любые потоки. И потоки вроде бы как людей, которые бегут от режима или пытаются вдохнуть воздух свободы, никто не знает, кто в этом потоке прячется. Странам Балтии эти потоки хорошо знакомы. Недавно в эстонской Нарве, где почти 90% населения, этнические россияне демонтировали памятник – советский танк. Сотни местных россиян, которые, к слову, живут в Эстонии десятилетиями, кинулись защищать монумент, дежурили у памятника, а особо рьяные угрожали нападением Путина. А вот в Латвии демонтаж советского монумента закончился задержаниями. Во время работ россияне пытались устроить марш и пели советские песни. Некоторых задержала полиция. Обошлось без депортации. Но чтобы избежать наплыва любителей русского мира, страны Балтии решили ограничить въезд российским туристам. Это политическое решение, демонстративно-политическое, которое направлено, с одной стороны, на внутриполитическое поле, чтобы показать своим гражданам готовность правительства к резким шагам. Второе, оно направлено на страны Европейского Союза с целью добиться более резкой позиции не только по Украине, но и по вопросам финансирования программ защиты восточного фланга НАТО и Европейского Союза. И наконец-то солидарность с Украиной. Только одна причина, потому что Россия напала на людей в Украину, убивает людей в Украине, захватывает территории, сделает ядерную угрозу. И, конечно, таких гражданин из такого страны, я думаю, никому не надо приглашать в гости. Еще одна страна-соседка России, Финляндия, к визовым ограничениям пока не присоединилась, но существенно сократила количество туристических виз для россиян. Ксения Барвиненко для телеканала Freedom. Ну и накануне СЕИМ Латвии одобрил отделение Латвийской Православной Церкви от Московского Патриархата. Эту инициативу 5 сентября в парламенте подал президент Латвии Эгилс Левиц. СЕИМ принял документ по срочной процедуре. В аннотации к законопроекту Левиц отметил, что новый порядок восстановит исторический статус ЛПЦ и исключит любую власть Патриарха Московского над Церковью в Латвии. Инициатива связана с тем, что Московский Патриархат поддерживает правящий в России режим и войну, которую Российская Федерация ведет против Украины. Страны Балтии не один раз показывали, что могут успешно противостоять российским нарративам и угрозам. Об этом опыте мы поговорим с Именцем Лепеншим, латышским журналистом и писателем. Он на прямой связи. Здравствуйте, Именц. Доброе утро. Спасибо, что вы присоединились к нашему эфиру. Ну что ж, тут очень много тем, в свою очередь. Но давайте, я бы очень хотел начать с материала наших коллег, которые подготовили сюжет касательно запрета на въезд россиянам. И тут мы видим в очередной раз, что, ну давайте будем откровенны, не един Европейский Союз в том, чтобы запретить полностью въезд россиянам в Европейский Союз, лишь идет речь об упрощении въезда. Но, в некоторой стране... Не упрощение, а усложнение, наоборот. Усложнение, прошу, да. Запрет на упрощенную процедуру. Это если уже более подробно дословно. Но, в свою очередь, почему мы наблюдаем такое неединение? Это экономический, политический фактор? Либо же что? Если смотрим из точки зрения Латвии, тогда надо усложнять жизнь всяким оккупантам, которые нападают на других стран. Мы помним, что Россия устроила тоже войну в Грузии, в самом себе убивали чеченцев, захвативала Южную Осетию, захвачивала Приднестровье. И таких, ну, просто такие туристы нам, страны Балтии, нам не надо таких. Это такое совместное ощущение всего общества и народа в Латвии. Это очень просто. Если россияне хотят отдыхать с туристскими визами, пусть они ездят на своих дружественных странах, таких как на Северную Корею, Эритрею, Сирию и так дальше. Мы не будем мешать им ездить там отдыхать. Но у нас в Балтийских странах такие туристы вообще не надо. Но Латвия будет и так дальше выдать визы по хуманитарным причинам и для всяких русских оппозиционеров, которые ищут способности уехать из России и жить нормально и работать в Латвии. Сейчас в Латвии уже перемещалась телеканала «Дождь», «Новая газета», «Настоящее время» и так дальше. Так что такие люди из России, таких мы хотим принять у себя и дать им способность жить и работать. Что тут речь идет о том, что персонально с каждым россиянином, который проявит желание приехать в ту или иную страну, должен пройти, ну давайте по факту, собеседование. Как, например, на выдачу визы в те же Соединенные Штаты. Либо как определять. Ну, простите, я не хочу там говорить хороший русский, плохой русский. Нет-нет, я ни в коем случае никого не хочу разделять. Но, опять же, есть россияне, которые совершенно не согласны с правящим режимом, которые уже давным-давно покинули Российскую Федерацию. Как этих людей проверять? Я не знаю, ну, простите, возможно, некорректно звучит. Да, Латвия уже прекратила выдать визы россиянам по всяким причинам уже на 24 февраля. То есть это решение уже принято, и это решение уже действует больше, чем полгода. То, что Латвия выдала в течение последних шесть месяцев только 1100 визов для Латвии, но только этим способом нет. То есть все, желающие получить визу из Латвии, конечно, они идут в латвийском посольстве в Москве и подают все причины, все документы. У них, конечно, там есть проверка, что они такие, и есть ли причина выдать им визу как оппозиционерам или каким-то хуманитарным причинам. Ну, я смотрю, что до конца года это будет вместе, ну, тут около 2000 виз для россиянам, и это все. В том самом время каждый гражданин Украины может приезжать в любом время, приезжать в Латвию по безвизному режиму, и мы всех приглашаем, у которых есть причина сейчас приезжать в Латвию. И вот, например, сотни беженцев из Донбасса каждый день приезжают в Латвию через границу России, через территорию России. Те, которые остались в телу фронта и не могут переезжать, например, в Киев или в Львию, они есть каждый день люди, которые с одним чемоданчиком, с последними деньгами ездят из Мариуполя в Ростов, через Москву, через Великие Луки на границу Латвии и получают потом здесь статус беженцев. Я сам был у границы, я говорил с ними, очень бедные люди, мы стараемся помогать им, как мы можем. Продолжение, на самом деле, не только же визовыми ограничениями, на сегодня страны Балтии показывают опыт, ну, не укращения России, а определенных ограничений. Я хочу вас, как нашего коллегу, как латышского журналиста, немножечко расширить тему, ведь же страны Балтии были одними из первых и продолжают эту политику, это страны, которые освобождают свое медиапространство от кремлевской пропаганды и принимают только сотрудников, запрещенных в России средств массовой информации. Вы несколько уже таких средств массовой информации вспомнили в одном из своих ответов. Вот если говорить про Латвию, Национальный совет Латвии, я напоминаю нашим зрителям, даже по электронным СМИ запретил трансляцию в своей стране всех телеканалов, зарегистрированных на территории Российской Федерации. Это же тоже еще один очень важный аспект. Мы же понимаем, что как раз, я даже позволю себе так сказать, 90% того, что происходит сейчас и в Российской Федерации, и та ментальность, и подходы к так называемой спецоперации, это же все-таки пропаганда. И с пропагандой, вот я вижу, что страны Балтии показывают прекрасный пример, как можно это делать и как можно это использовать. Я хочу, чтобы мы на этом тоже остановились, и вы немножечко как журналист этот опыт Балтии сейчас озвучили и рассказали, как это работает на практике. На практике, ну, я как писатель и журналист, я не считаю во все этих русских пропагандистов, своих коллег, они никакие там ненормальные журналисты, они получают огромные деньги из Кремля за распространение кремлевских нарративов и тоже кремлевских фейков. И мы уже много-много лет слышали всякие тоже кремлевские фейки о нас, о стран Балтии. И это-то... ...всех российских телеканалов, такие каналы, как охота, рыбалка и так дальше, это потому, что телевидение — это все-таки бизнес, и огромный бизнес. И если какие-то, скажем так, латвийские кабельные операторы платят деньги за распространение этих даже неполитических телеканалов из России в Латвии, тогда латвийские потребители платят деньги Россию. Тут тоже на таких каналах, как «Наш кино», тут охота, рыбалка и так дальше. И это все-таки деньги, которые... ...из Латвии на российском рынке телевидения. И... Иман, сейчас немножечко мы технический вопрос у нас по связи, хорошо говорили, хотелось бы продолжить. Мы озвучим информацию по этой теме и готовы будем опять Иманса услышать в нашем эфире продолжение. Да, но в свою очередь давайте добавим также, и мы уже ранее говорили о том, что из страны Балтии и Польша с 19 сентября вводят жесткие ограничения на въезд для граждан России с шенгенскими туристическими визами, независимо от того, в какой стране они были выданы. Подробности сейчас услышим вместе. Вместе с Латвией, Литвой и Польшей мы хотим существенно ограничить въезд граждан России, целью которых является туризм. Мы уже ценили это как необходимое, потому что в приоритете вопросы безопасности, а Эстония не может контролировать всех прибывающих. Кая Калас, премьер-министр Эстонии. Им, институт, следующий вопрос в продолжении темы и пропаганды, и как она сейчас развивается. Вот если мы видим позицию Литвы, Латвии, Польши, там очень жесткая борьба с российской пропагандой, и политическое влияние Российской Федерации даже в медийном пространстве хоть есть, но очень мало, но мы видим другие европейские страны, где Российская Федерация засела и вливает деньги очень мощно. Это касается и информационной пропаганды, и касается даже некоторых политиков. Я вспоминаю пример Чехии в городе Прага, где 70 тысяч человек вышли на митинг. Я вспоминаю Венгрию и так далее. Как таким странам сейчас можно побороть вот это российское влияние? Это исключительно от политиков зависит? Либо же можно как-то и по-другому эту проблему решить? Опять же, на опыте Литвы, Латвии, Польши. Ну, у нас тоже, к сожалению, в Латвии существуют свои ватники. Они по везде. Они даже в Европе, в Европейском Союзе. И у них есть свои маленькие политические партии. Например, есть такая, которая называется «Союз русских в Латвии». Ну, и они, конечно, тут, скажем так, делают свою политическую агитацию. Но в реальности на решение Латвии и на решение латвийского общества и на решение государства, республики Латвии, они не имеют никакого влияния. И мы сейчас увидим, да, тут были какие-то пророссийские протесты в Чехии, Но Чехия продолжает поддерживать Украину. Чехия до сих пор отдает оружие Украину и помогает дипломатически. То есть, этих маленьких прокремлевских партиях и каких-то прокремлевских политиков, у них нет реального влияния на Европейский Союз. Ну, кроме, скажем так... Так, и хотелось бы, чтобы мы продолжили разговор. Связь прерывается с вами, к сожалению. Но сейчас попытаемся еще что-то сделать, перенабрать. Но, в свою очередь, давайте добавим также информации, что в связи с полномасштабным вторжением России в Украину Сейм Латвии 12 мая в одностороннем порядке приостановил действие договора между Латвией и Россией об обязательствах ухаживать за памятниками друг друга на своих территориях. Вот как тогда это решение прокомментировала глава комиссии Сейма по иностранным делам. Если есть возможность, давайте услышим. Образы символика советской армии сейчас прямо и недвусмысленно связаны с агрессией России преступлениями, совершенными ее вооруженными силами в Украине. Изменение геополитических условий и международной политики означает, что Латвия не может и не будет обязана хранить такие постройки, как памятники советской оккупации. Рихард Колс, глава комиссии Сейма по иностранным делам. Ну и в свою очередь также добавлю в одном из эфиров на телеканале Freedom один из экспертов сказал, что Европейский Союз также не очень желает полностью запрещать россиянам въезжать в Европейский Союз, потому что россияне очень щедро инвестируют в европейскую экономику. Туристы, я имею в виду, они там по подсчетам один россиянин оставляет в Европейском Союзе за свой уикенд минимум от 500 до 2000 евро. Это средний такой показатель. И если это умножить на количество россиян приезжающих, понятное дело, что в экономическом вопросе Европейскому Союзу некоторым странам не очень выгодно отказывать россиянам. И снова же продолжим эту тему в разговоре с нашим гостем. Восстановили связь. Да, слышно нас хорошо, да? Все-таки имеем проблемы с связью. Есть у нас вопросы. Имманс, хотим вас, конечно, слышать и видеть. У нас очень хороший конструктивный разговор получается, потому что мы все-таки хотели услышать от нашего гостя, почему Балтии удается, да, как бы то ни звучало. Страны с не наибольшими территориями, с не наибольшими экономическими показателями. Страны со своими внутренними проблемами. Потому что Имманс сказал, на самом деле, есть и русскоязычные ресурсы, средства массовой информации в той же Латвии. Их около там пяти. Но они необходимы, потому что есть русскоязычное население. Есть те, кто и сейчас продолжают переезжать из той же Российской Федерации, кого принимает на сегодня к странам Балтии. Но вот хотелось поговорить, как этот опыт могут использовать другие страны. Но, Лейла, обратите внимание. Есть вопросы технические. Обрати внимание, что и политические решения страны Балтии тоже принимают одни из первых. Так вот вопрос, Олег. Я извини, что ты знаешь, в чем проблема? Тут вопрос не в Украине. Возможно, все-таки Балтия понимает. И президент Украины Владимир Зеленский несколько лет назад на Мюнхенской конференции безопасности, я до сих пор это помню, говорил, что на самом деле, если будет полномасштабная война Российской Федерации против Украины, это будет война против Европы. И в первую очередь это против стран Балтии и дальше, потому что все это понимают, что Украина сегодня стоит таким вот щитом на самом деле. Поэтому вот тут вопрос. Страны Балтии поэтому так реагируют, ты знаешь, на будущее, вперед, особенно в вопросе пропаганды. Это очень важно. И как показывает практика, страны, которые находятся ближе всех к Российской Федерации, они осознают угрозы лучше всех, и поэтому они более решительны в своих действиях. Но что касается других европейских стран, я опять же подчеркну, что все-таки, почему я каждый раз задаю нашим гостям вопрос экономический, финансовый. К сожалению, до сих пор даже такая полномасштабная агрессия России против Украины не поломала мысли всех политиков. Олег, есть Сави, Иманс, Иманс. Давайте, возможно, слышали? Финансовую тему давай, Лейла, продолжим. Да, и финансовую. Вот хочется, чтобы вы продолжили. Я думаю, что вы слышали нас. Да, вот Иманс, объясните, пожалуйста, это экономический фактор. Некоторые европейские страны, они также не хотят отказываться от российских туристов в силу экономического фактора. О каких суммах идет речь? Скажите, пожалуйста. К сожалению, я думаю, что все-таки уже не получится настроить связь, потому что очень плохой интернет. Но в силу того, что мы работаем в прямом эфире, возможно, абсолютно все. Просим прощения перед нашими зрителями. Но самое главное, месседжи мы услышали. Это уже очень важно. Сейчас давайте на завершение этой темы добавим еще одну новость. Одну новость. Министр внутренних дел Литвы Анге Белотайте в понедельник заявила, что водная и сухопутная граница страны с Россией, а точнее ее Калининградской областью, была взята под режим усиленной охраны. Услышим. Рядом вооруженный Калининград. Угрозы от соседей тоже. Поэтому мы находимся в состоянии повышенной готовности, уделяя особое внимание обеспечению наших пограничников. Недавно обновили радиолокационную систему и парк плавучих средств. Это поможет оперативнее реагировать на любые риски и угрозы. Агна Белотайте, министр внутренних дел Литвы. Редактор субтитров А.Семкин